Работа мне, конечно, нужна, но к вам я не пойду. Почему? А не хочу, чтобы меня жалели. Это не жалость? Ой, ладно. Посмотрели, как мы живем и решили благотворительностью заняться. Спасибо, не надо. Глупая, но я же тебе хочу предложить нормальную работу за хорошие деньги. Мне кажется, что твоим близким эти деньги не будут лишними. Они мне не родные. Я детдомовская, ясно? А таких, как я, на работу в прислугу не берут, боятся, что воровать начнут. Ну, ты-то воровать не будешь. Правда? Двадцать тысяч. Это твоя зарплата. А я в подачках не нуждаюсь. Ну, это не подачка, это средняя зарплата моего персонала. Ну, хорошо. Двадцать пять тысяч. Сколько? Двадцать пять тысяч за мытье полов? Это вы называете не подачка? Ну, мытье полов – это малая часть твоих обязанностей. Ты должна будешь следить за всем домом, готовить, убирать, гладить. Мне кажется, что зарплата соответствующая. Хорошо, я согласна. Я сейчас переоденусь и приду. Я тебя жду в машине, за углом. Рита, свари мне кофе. Рита, в чем дело? Ты где? Мамочка, привет. Познакомься, это… Иди сюда. Мам, познакомься, это наша новая помощница, ее зовут Аня. А это моя мама, Елена Сергеевна. Здрасте. Интересные новости. А где Рита? Мам, Рита уволилась. А. Ну, Рита, конечно, была неряха, ее давно следовало уволить. А с каких это пор ты нанимаешь домашний персонал? Вообще-то, по-моему, в этом доме этим вопросом всегда занимались женщины. Мамочка, ну ты же прекрасно знаешь. Инесса в Барселоне, а от тебя уже уходит четвертая домработница. Ты хочешь сказать, что дело во мне? Мам, я очень тебя люблю. Ну, пожалуйста, не начинай. Ладно. Слови-ка мне, милочка, кофе. Я буду у себя. О, Господи, зачем ты сняла? Дай сюда. Пойдем, я покажу тебе, где кухня. В общем, кухня здесь. Вот это кофе машина, а кофе варишь здесь. Кофе здесь, чашки тут. Осваиваемся. Мне нужно ехать, вечером вернусь, оформим договор. У тебя паспорт с собой? Нет. Меня все украли. Подожди, а ты как без документов живешь? Так и живу. Ну, ладно, придумай что-нибудь. Это я брошу в прихожую, и там же тапочки возьми. Здравствуйте. Я не знал, что у Андрея дома кадровые перестановки. Прелестное создание. Легка, мила. Как зовут? Анна. Надо же. Анна. А вы знаете, Андрея Витальевича пока нет дома. Может, вы желаете что-нибудь выпить? Да. Я желаю. Воды без газа. Сейчас принесу. Вот ваша вода. Пожалуйста. Спасибо. Ой. Ой. Простите, ради бога. Я сейчас все уберу. Конечно. Извини, я опоздал. Знакомьтесь, это Анна, моя новая помощница по хозяйству. А это мой деловой партнер. Игорь Верлицкий. Впрочем, мы уже слегка познакомились. Скажи, пожалуйста, Андрюх, а ты своей домработницей будешь представлять всех своих деловых партнеров? Нет. Только самых важных. Пошли. Сделай мне, пожалуйста, кофе. Хорошо, Андрей Витальевич. Сейчас. В общем, расклад на сегодня такой. Так и не передай. Пока деньги на наш счет не упадут, новых договоров заключать не будем. Хорошо, Шип, так и сделаем. Давай, поезжай, зайдите. А хорошенькая у тебя домработница? Смазливая. Как она? В каком смысле? Да в том самом. Я же тебя тысячу лет знаю. Отхватил себе молоденькую, красивую девочку. Пристроил к себе работать. Как она колись? У нас с ней ничего нет. Я просто решил помочь девчонке. Вот и все. Ах, вот так. А где выцепил? Я нигде ее не выцепил. Окей. Да она вообще детдомовская. Слушай, долго рассказывать там сложно все. Детдомовская? А проверил ли ты у нее документы? Нет у нее никаких документов. И что ты ко мне привязался? А? У меня интуиция. Там все нормально. Она хорошая. Я помню. Ты когда Инессу первый раз встретил, все тоже кричал. Игорь, у меня интуиция. Так, давай только Инессу сюда не приплетай. Катись, займись делом. Есть. Осторожнее, милая. За порчу чужого имущества могут ведь и наказать. А не боитесь, что я что-то башку могу испортить? Ух ты. Боевая? Мне такие нравятся. Слушай, ты во сколько заканчишь? Я заеду. Руку убрал твои. Это тебя в детдоме так научили разговаривать? Да. Я про тебя все знаю. Ты никто. Мне хватит двух минут, чтобы набрать полицию. Что тогда с тобой сделают? Без документов. Без родных. Так что не рыпайся. Что случилось? Все в порядке? Да, все в порядке. Игорь ушел, да? Не успел я ему сказать. А вы ужин сегодня будете? Буду, но буду, наверное, поздно, потому что очень много дел. В семь часов можешь уходить. Хорошо. Знаешь, что написано в конце? Там написано по скрипту. Я пошутил. Десять секунд, и я ухожу. Что ты сказал? Я сказал. Спасибо. Я так вижу, мой обед еще и не думал готовиться. Я... Я просто не знаю, что мне вот нужно с этим делать. Ну, хорошо. Ставишь воду на огонь, доводишь до кипения. Ну, забрасываешь все это на пять минут. Поняла? Угу, да. А ты куда? Да у меня через час встреча с партнерами, нужно ехать. Ясно. Андрей, а что происходит? Твоя жена уже бог знает сколько в отъезде, и мы только сегодня увиделись. Что случилось? Тебе больше не нужна? Ларис, ну, ты чего? Хочешь, на выходных куда-нибудь выберемся? Обязательно. Угу. А ты когда про нас скажешь, Энесси? Ну, у меня сейчас, правда, очень много дел. На работе кавардак. Давай я все разгребу, и обязательно я ей о нас скажу. Все, надо бежать. Спасибо. Все, давай, пока. Угу. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok Да, проект действительно интересный Угу, и прошу заметить, господа, на территории коттеджного поселка мы собираемся разработать скважину для обеспечения жителей чистейшей водой из подземных источников Предположительно, скважина будет находиться вот здесь Уже есть предварительные отчеты геологов о залегании на этой территории русла подземной реки Это уникальное предложение Такого вы больше не встретите, ни у кого Разработка проекта фактически завершена А что с правом собственности на землю? Насколько я знаю, она принадлежала Юмашеву Вы знаете, его дочь подписала все документы, теперь эта земля принадлежит нам Я понимаю, вам нужно обдумать предложение Я предлагаю сегодня вечером у меня дома в неформальной обстановке, так сказать, обсудить детали нашего сотрудничества Хорошо Да Сейчас мы тебя... Ну? Ой, добрый день Что ж ты такой черный? Добрый день Вы новенькая, правильно? Да, второй день А вы тоже здесь живете? Нет Я врач А Намещаю Елену Сергеевну Так Максим Мне страшно Аня Аня Полежаева Очень приятно И мне Анечка, у меня к вам просьба Помощница Елена Сергеевна уволилась, а мне нужно провести процедуру Конечно Конечно Только Только я ничего не умею Мне страшно Ничего сложного от вас не потребуется Пойдемте? Да Максим Тише Скажите, а вы ей затворное вкололи? Ни в коем случае Я оставил ей мышечный спазм А Боль ушла Организм расслабился Она практически двое суток не спала Вам помочь? Нет Спасибо Спасибо Анечка, скажите, а вы любите кино? Ну, я Ну, я на самом деле мало чего смотрела Слушайте, сейчас в кинотеатрах показывают очень хороший фильм Я не люблю ходить один Пойдемте Хочется потом поговорить, обсудить Ну, я в кино не очень переспираюсь Ну, это не страшно Говорить буду я Из меня такая плохая привычка Люблю много поговорить Насколько вы заканчиваете? Ну, обычно заканчиваю это в семь Сегодня у нас прием Вот, и я боюсь, что сильно задержусь Тогда, может быть, завтра или послезавтра Хорошо Лавлю вас на слове До свидания До свидания Приятно было познакомиться И мне До встречи До встречи Ну что? Все замечательно, только придется все начать сначала Почему? Все же, все же красиво Да, все красиво Только по этикету Нож должен лежать справа, а вилка слева Что это за салфетки бумажные? Вот там в шкафу большие такие полотняные салфетки Которые гости смогут положить на колени И где ты эти стаканы откопала? Это ж какие-то детские стаканы для сока У нас вечеринка-то для взрослых Придут серьезные люди А ты им что, стакан для сока поставишь? Послушайте, если вам Если вам что-то не нравится Вы могли бы нанять с метроотеля А я, я семь лет деду меча Из железной кружки пила Не обижайся, я не хотел тебя обидеть Володя, покажи ей, где бокалы для вина Извините Не волнуйся Что такое? Андрей! Андрей! Кто-нибудь есть? Ой, господи, девочка бедная Володя, Володя! По-пам-банге Ой, господи, очнулась, слава богу Что со мной? Что-что? Ты бы душа поменьше работала бы Сколько спишь-то? Бледная вся какая Ты поди с утра и не ела ничего, да? Так ведь? Значит, быстро берешь тарелку Так, держи, держи Володя, Вилку, ложку Я не могу, я не могу Меня Андрей Виталий ждет Мне нужно идти Ничего, подождет Ешь, ешь Володя Ах ты, ах ты, скотина Что ж ты делаешь-то? Вот гад, что ж ты делаешь-то? Это ты? Привет Прости, я не ходил, просто яма Я не заметил Да ладно, ничего Давай, давай, садись в машину Садись Так вам же в другую сторону на работу Я сама дойду Ничего, давай, давай, садись Я сам себе выпишу прогул Я же вся гряз... Садись, садись Я же вся грязная, ну Да, как-то... Ой Ой, как-то мне неудобно Нормально все Фу О, ужас-то какой Я же вся грязная Замерзла, наверное? Ну, есть немного Да, погодка такая Ты в порядке? Да Ну, что там? Похоже, что приехали В смысле? Ну, черт, будем выбираться Так, давайте я вам помогу Ой Сейчас, секунду Давай еще разок Так, осторожно, осторожно, осторожно Давай, я готова Давай, давай Давай еще Да что, да уйди Вставай Так Ну, давайте я вам... Так, секунду Попробую еще Так, все, выехали Садись в машину Давай, садись давай Ты как я сяду? Я вся грязная Ничего, машину отмоют потом Давай, давай, садись Подержите, пожалуйста, мой ботинок Вот так, грейся Сейчас вы хорошо в душ И коньяк Все, поехали Андрей Витальевич, а вы... А где моя одежда? Я только хотела ее пойти постирать Ты знаешь, она была такая грязная Ну, пришлось ее выкинуть Как выкинуть? А в чем я буду ходить? А что, у тебя нет других вещей? Есть, но просто жалко У меня не так много одежды Да ну, это дело поправимое Ну, купим тебе новую Как у вас все просто Так, взять и выкинуть чужие вещи Ну, поверь, это не те вещи Из-за которых стоит так переживать Мне нужно переодеться А, да, конечно Вот форма и... Угу, я поняла Угу, я поняла Пам-пам-пам Пам-пам Ты что здесь делаешь? Убираюсь Ну, обычно Андрей Никого не пускает к себе в комнату Да? А он мне ничего не говорил Не говорил? А кто вот эта красивая женщина? Инесса Жена Андрея Она скоро возвращается из Испании Когда здесь закончишь, сделай кофе Принеси мне в комнату Хорошо, конечно Инесса В Субтитры подогнал «Симон» Да. Можно? Вот ваш кофе. Хорошо. Ничего себе. У вас столько книг. И вы что, вот это, вот это все прочитали? Да. Книги окружали меня с детства. Очень много осталось после папы. А у нас, Елена Сергеевна, в детдоме было очень мало книг. У нас были только такие по, ну, по школьной программе. Ну что ж, начать знакомство с великой литературой никогда не поздно. Ну, если есть желание. Желание есть. Тогда, тогда начнем с этой. Я уверен, тебе понравится. Дженеер. 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 Да, великий английский роман. Про любовь. Ну, если хочешь, можешь еще что-нибудь выбрать. Что такое, вам не хорошо? Нет, нет. Я сейчас. Елена Сергеевна, давайте я вам помогу. Нет, 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 нет. Я сейчас приду. Приду. Господи, это… Так. А у вас неплохо получается. Здрасьте. Здравствуй. Здрасьте. Как ваши дела? Как прошел прием? Ой, прием прошел так себе, я хлопнулась в обморок. Елена Сергеевна сказала, что это переутомление, вы ничего. И правильно говорит. Правильно, надо чаще отдыхать. И, кстати, мое предложение по поводу кино остается в силе. Спасибо. Я подумаю. А, Марсим! Елена Сергеевна. Вы уже здесь. Как ваше здоровье? Ничего, все хорошо. Кофе пью, да? Я глоток. Глоток. Ровно… Ой, Сергей, ну вы не бережите свое здоровье. Давай. Ань, ты где? Я здесь. Ну ты где ходишь? Я тебя по всему дому ищу. Я была у вашей мамы. А что случилось? Ничего. Пойдем со мной. Куда? Пойдем, пойдем, пойдем. Андрей Витальевич, ну… Вот это вместо тех вещей, которые я выбросил. Ну посмотри, посмотри. Это… Это очень-очень красиво. Но я не могу это взять. Почему? Тебе не нравится? Нет, не очень нравится. Но это же… Это же целая куча денег. Это целая куча времени, которое я потратил, чтобы вот это вот подобрать. Андрей Витальевич, я вот на это не заработала. Так, послушай, ты работаешь в моем доме, я не могу допустить, что его девушка, которая работает у меня, одевалась как барышня и крестьянка. Я нормально одеваюсь? Так, посмотри, иди сюда. Ну, посмотри, как здорово. Да. Андрей Витальевич… А, прости, я не хотел. То есть, я хотел… Так, я лучше пойду. Дядь Шура! Ух ты. Ух ты, елки-палки. Какая красотуля к нам пожаловала. Нравится? Нету слова. Мне тоже. Скажите, как там Коленька, как Оля и как прошла операция? Как нельзя лучше. Коленька уже пришел в себя после наркоза. Угу. В общем, у нас есть все шансы воспитать нового чемпиона мира по бегу. Ну и слава Богу. Анюта! Анюта, спасибо тебе огромное. Я не знаю, мы бы без тебя не справились. Да что, ну… Спасибо. Да ладно, ну… Алло, Свет. Привет, это я. Кто я? Ну кто Аня? Аня! Господи! Аня, ты живая. Господи, что с тобой? Ты где? Мы думали, убили уже тебя. Со мной все хорошо. Как ты? Как Егор? Да спивается у тебя брат, он работу бросил, а тебе часто вспоминает. Ты почему не звонила? Мы уже и в центр ездили, и в розыск подавали. Свет, Свет, я боялась. Ты понимаешь, они мне пригрозили, что с племянниками могут что-то сделать. Сказали не возвращаться. Вот сволочь, ты, ты мне скажи, ты где сейчас живешь? У них очень хороших людей. Свет, все, я тебе перезвоню. Все, пока. А вы кто? Я… Я работаю здесь у Андрея. Ой, простите. Игорь, вещи в мою комнату. У Андрея Витальевича. Интересно, а кем же вы работаете у моего мужа? Помощница по хозяйству. Домоработница, что ли? Ну да. А это вот вы мытьем полов себя на такие-то шмотки заработали? Или еще чем? А вы поаккуратней со словами, ладно? Что вижу, то и говорю. Где Андрей? А я откуда знаю, только пришла. Значит так, девушка-помощница, помогать вы будете в другом месте. Вы уволена. Почему? Вы что, глухая? Быстро собирайте вещи, чтобы я вас здесь больше не видела. Помощница. Привет. Ой, подожди, подожди. Ты куда собралась? Я ухожу. Что случилось? Эй, что случилось? Отпустите. Что случилось? Ваша жена меня уволила. Инесса вернулась. Так, подожди, подожди меня здесь и пообещай, что не уйдешь, пока я не вернусь. Сядь, пожалуйста. Сядь. Я быстро. Инесса! Инесса! Почему ты уволила Аню? Андрюша, может поздороваемся? Почему ты ее выгоняешь? Аню? Какую Аню? А, ты про домработницу? Она мне не понравилась. Послушай, а что происходит? Инесса, ты только вернулся и что, начинаются скандалы? Смотри, Андрюша, ты жену даже не поцеловал, а мы ведь с тобой не виделись полтора месяца. Но сразу бросился на защиту этой девки. И что же я должна думать? Ты с ней спишь в нашем доме? Во-первых, она не девка. Во-вторых, я с ней не сплю. А в-третьих, она никуда не уезжает. Аня! 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 Черт! Как хорошо, что ты не ушла. Я обещала, но это не значит, что я буду у вас работать. Ну, послушай меня, пожалуйста. Мне очень нужна твоя помощь. Мама к тебе привязалась. Это очень редко бывает. Ну, мне так быстро не найти ей новую помощницу. Пожалуйста, не уходи. Ну, поработай еще хотя бы месяц. Как же ваша жена? С Инессой я договорюсь. Согласна? Пойдем. Знаете, Максим… Так, что значит «знаете»? Мы уже давно перешли на «ты». Ой, я забыла. Максим… Да? Я вам… то есть… Тебя. Тебе хотела открыть маленькую тайну. Маленькую тайну? Да. Ну, давай. Только пообещай, что не будешь смеяться и никому не расскажешь. Клянусь. Я… никогда не была в кинотеатре. Да ладно. Ну, правда. Да ладно, шутишь? Нет. Я тебе клянусь, я буду тебя водить так часто в кинотеатре, как только ты этого захочешь. Правда? Да. К тому же у меня дома есть грандиозная коллекция лучших мировых фильмов. И мы можем устраивать показы, просмотры. Не хуже, чем в кинотеатре. Показы, просмотры? Да. А даже лучше. Как-то? Ну, во-первых, дома есть диван. Можно его разложить, можно лечь. Во-вторых, я потрясающе готовлю… Чего? Чего дома есть? Диван. Диван? Да. Значит так, Максим. Вы, наверное, не так меня поняли. Мне такие сеансы не нужны, ясно? Ань, подожди… Руки убрал! Ты просто все неправильно поняла. Я не хотел тебя обидеть. Анечка, просто ты первая девушка, которая мне по-настоящему понравилась за последнее время. Ой… Серьезно. Ну, по поводу дивана я не подумав ляпнул. К тому же, здесь отвратительное кресло, очень твердое. На диване мягче. Мир? Нет, ну… Мир. Тогда пойдем, а то мы уже опаздываем. Пошли. Дома я потрясающе готовлю. Я замечательно готовлю вкупку подметить. У-у-у-у. А что это у нас случилось? Что там мы пьем? М? У Леньки выставили счет за реабилитацию. Это космическая сумма. А если сейчас отказаться, то операция бессмысленна. Аня, ну что это за собачья жизнь, а? Я взрослый мужик. Я не могу найти работу, чтобы прокормить семью. Почему? Дети умирают, Аня. Дети. Потому что у этих бюрократов есть деньги на юбилеи города, а на операцию мальчика нет. Аня, откуда? Откуда это бесстыдно, Аня? Ну, чулочка, успокойтесь. Мы что-нибудь придумаем. Что? Что? Что ты придумаешь? Они сказали, что надо перечислить всю сумму в течение недели, понимаешь? Недели, Аня, ты понимаешь? Я хочу, успокойтесь, пожалуйста. Я придумала, где достать деньги. Где? Распокойтесь. Доброе утро. Как дела? Как настроение? Все хорошо. Все хорошо? Что ты не похож на человека, у которого все хорошо? Ну, правда, Андрей Витальевич, все в порядке? Так, Аня, корись, что Инесса опять тебя доставала? Нет. Ну, что случилось? Помните мальчика Колю? Ну, помню. Ему нужны деньги на реабилитацию, а я… я не знаю, где мне… Так, все понятно. А сколько нужно денег? Нет, я у вас деньги брать не буду. Аня, мне нужна сумма. Все. Остальное тебя не должно волновать. Все. Андрей Витальевич, я сказала, я у вас деньги брать не буду. Аня, закрыли этот… Ну, мне неудобно. Доброе утро. Здравствуйте. Полежаева Анна здесь проживает? Ну, не проживает, а работает. Да мне все равно. Доставка по этому адресу. Распишитесь. А это… больше не мне. До свидания. Все тайны становятся явным. Когда-нибудь. Но стоит только прочесть записку. Молодец. Месяц у нас живешь, а уже успела поклонникам обзавестись. Это не ухажер. Это… это просто знакомый. Просто знакомый таких букетов не дарит. Такие букеты обычно дарят в знак примирения или после бурной ночи. Что? Не надо вот так со мной разговаривать. Да-да, иду. Сейчас. Сейчас. Добрый день. Добрый. Скажите, а Аня дома? Аня? Да. Вы знаете, она говорила, что нужны деньги на реабилитацию Коли. А, есть такое дело. Проходите. Вы мне скажите, сколько нужно денег, сумму и номер счета больницы. А я… я сейчас Оленьке позвоню. Спасибо вам. Да не за что. Спасибо. Очень, очень благородно. Очень. Аня, Аня. И сейчас… Ну, не буду вам мешать. Спасибо. Спасибо. Извини меня. Я утром вел себя, как последний идиот. Вы разговаривали так со мной, что… как будто я сделала что-то ужасное. Просто мне стало неприятно, что кто-то подарил тебе цветы. Ну, а что у тебя появился какой-то ухажер? Я не понимаю, какое вам до этого дело. Это моя жизнь. Я вне работы могу делать все, что угодно. Мне кажется, вас это не должно касаться. Ну, да, ты права. Извини. Ладно. Извиняю. Ку-ку. Ой, привет. Ну, ходи сюда. У меня для тебя есть сюрприз. Спасибо. Я обожаю сладости. Привет. Ты где был? Я звонила. Игорь, он сказал, что ты в офисе не появлялся. У меня были дела. Дела вне офисы? А ты что же меня за дурочку принимаешь? Ты правда хочешь ждать, чем я занимался? Да, хочу. Нужно было помочь одному ребенку. Не хватало денег на реабилитацию. Нужно было созвониться из больницы. И куча подробностей и нюансов. Заняло много времени. Ну, конечно. Ты же у нас святой. Помогаешь больным детишкам. А я, значит, стерва, которая вечно всем недовольна. Только уж извини, я подпорчу твой парадный портрет. Мне позвонила твоя потаскушка, Лариса. И все мне рассказала. Ну, и что она могла тебе рассказать? Все. Хочешь, давай поговорим? У меня не о чем с тобой разговаривать. Я подаю на развод. Анечка, ты пока не уходи, хорошо. Сейчас придет. Он просто вдохнуть тяжело. Сейчас Максим придет. Укол сделает. Я тебя отпущу. А я никуда не пойду. Я буду с вами. Ну, что ж меня так пугаете-то, да, Елена Сергеевна? Так, я выучить водку спиртом. Все, сейчас все будет хорошо. Не волнуйся. Держи. Тс-с-с. Все. Тс-с-с. Вы не волнуйтесь, я никуда не уйду сегодня. Понаблюдаю за вами. А я тоже на всю ночь останусь. Лучше? Лучше. Анечка, ночь предстоит длинная, поэтому может быть кофе? Нет. Аня, недавно себя поймал на мысли, что я давно не был закрыт. А давай в субботу рваню куда-нибудь в лес. Пока погода хорошая, грибы пособираю. Ну, не знаю. А почему бы и нет? А вот действительно, знаете, очень романтично поехать грибы и ягоды пособирать. Андрей… Вот решил отметь свой развод. Надо подзаправиться. Аня, а вы почему ещё здесь? У вас рабочий день уже закончился. А я… А Анна осталась на ночь, чтобы посидеть с вашей матерью. Угу. Да. Очень благородно. Ну, что ж, не буду вам мешать. Извините. О, извини. Как там мама? Мама? Мама хорошо. Она… Она крепко спит. Я хотел с тобой поговорить, и не знаю, как и с чего мне начать. Ну, начните с того, что от вас ушла жена, потому что узнала, что у вас есть любовница. Да нет, ну, Аня, это все не то, это... Да вы с Инессой никогда не любили друг друга. Поженились как-то, по-дурацки, теперь оба вот от этого страдаем. Любовница — это просто попытка найти то тепло, которого мне не хватает в семье. Да мы с Инессой живем в параллельных мирах, она все время за границей пропадает, и у меня все время бизнес, работа. Тут появляешься ты, такая удивительная, такая... такая настоящая. Мне все, мне все время хочется подойти, взять тебя за руку, обнять тебя. Ты когда там с Максимом сидела, чуть с ума не сошел, я... Аня, я не могу без тебя. Аня, я не могу без тебя. Вы сами не понимаете, что говорить? Нет, вот как раз сейчас я очень четко все понимаю. Ань, ты... ты то самое тепло, которого мне так не хватало в жизни. И ты для меня тот свет, благодаря которому моя жизнь, она перестала быть такой дурацкой и унылой. Я... мой дурак какой. Ань, я... я люблю тебя. Я очень сильно тебя люблю. Ты тоже меня любишь? Да. Ань. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok